Значит, мы находимся в книге Левит, у нас 15-я лекция, мы находимся в книге Левит, раздел «Кедушим», глава 19, стих 19. О, здесь вот подключились кто-то. Добрый день, я надеюсь, что меня слышно. Я вас не слышу, помахайте, пожалуйста, рукой, если вы меня слышите. Сергей? Сергей, вы меня слышите? И всегда помахайте вот так рукой. Я надеюсь, что Сергей меня слышит. Помахал? Нет. Спасибо. Спасибо. Итак, мы находимся в книге Левит, глава 19, стих 19. И это продолжает тему святости. Это раздел «Кедушим» продолжает, как «Кедушим ки-ю», будьте святы. И сначала у нас был общий принцип святости, и потом различные аспекты. И аспект, который мы здесь и осматриваем, это запрет килаем, запрет смешения. Он начинается с фразы «Соблюдайте мои уставы». И эта фраза считается как вводная к тому, что эта вещь непонятна логически. То есть слово «Муставы» обычно обозначает то, что не имеет простого рационального объяснения. И дальше здесь запрет смешения видов. Сам вообще вопрос запрета килаем, то есть запрета смешения различных видов, он в Тае упоминается несколько раз. Он у нас есть здесь, и у нас дальше есть во второзаконии. И во второзаконии там объяснение как раз вполне рациональное есть. А здесь никакого объяснения рационального нет, здесь это называется святостью. То есть есть как бы идея, что святость требует разделения разных видов, некоторого самоограничения. И как бы исходит из того, что смешение не дает проявиться полностью самим вещам. То есть когда мы вещи смешиваем, то они не проявляются никакая целиком. И это можно, конечно, общая здесь идея, то, что каждый вид должен развиваться самостоятельно. Но подробного объяснения здесь у нас как правило нет. Теперь интересно отметить, что относительно шатнеза, что в храме как раз не было запрета шатнеза. В храме священники носили одежду смешанную из шерсти и льна, и занавес храма сделана из смешанной ткани шерсти, и там есть длинные вещи. Но в обычной жизни это запрещено. То есть то, что в храме объединено, все равно в обычной жизни это разделено. Имеется в виду, что есть некоторая глубинная суть, в которой вещи связаны. Но на поверхности они разделены. Интересно отметить, что одним из проявлений такого смешения в храме можно видеть в истории с Авраамом и ангелами. То, что когда Аврааму приходят ангелы, он им дает мясо и молоко. И задается вопрос, как же он может им дать мясо и молоко, когда мясо с молоком есть нельзя. И, конечно, обычный ответ, что это было еще до дарования Тары, а у праотцов не было этого. Но оно не было обязательного, но тем не менее ясно, что было желательно. То есть Авраам должен был бы чувствовать, что это вещь запрещенная. Но Раф Шертер рекомментирует так, что вот в мире ангелов как раз нет разделения. То есть вот именно ангелов кормить можно смесью мяса и молока. Ну, потому что шангелы не едят, а что они только, как бы, важно, что их угостили. Но тем не менее, значит, идея того, что вот в святости она, вещи соединены. И еще интересно, что в нашей обычной жизни запрет Шатнеза не действует для цицит. То есть если сами кисти всегда шерстяные, а если цицит льняной, то все равно кисти шерстяные. И это нарушение шатнеза. Но поскольку цицит – это вещь, относящаяся к святости, это, как бы, часть храма у человека, то, соответственно, там нет разделения на разные виды и нет запрета Шатнеза. Хорошо. Теперь, но в целом, вот в рамках законов святости, это идея некого самограничения отделения, по крайней мере, как это видится. Теперь 20 стих 19 главы. Если мужчина ляжет с женщиной, а она обрученная рабыня, еще не выкупленная полностью, или ей не дана свобода. То есть такая сложная ситуация, что если она обрученная рабыня, то есть она предназначена кому-то в жены, обручение, мы знаем, в древности это был уже практически брак, но при этом она еще рабыня, то есть это обручение еще юридического статуса не имеет. И при этом она не выкуплена полностью, то есть она частично рабыня, а частично свободная. Вот такой сложный случай, когда с одной стороны это нехорошо, а с другой стороны формально это не является прелюбодеянием, то принцип такой, что смертной казни нет, поскольку она не является освобожденным человеком, но, тем не менее, он должен принести жертву вины, и на нем есть вина, потому что он использовал ее статус как ее неочевидный статус для отношений с ней. А в принципе это, разумеется, неправильно. Дальше, 23 стих. Это сейчас все перечисляются принципы святости. Теперь 23 стих, у него известное начало, что когда придете в стыану и посадите прудовое дерево, или просто, здесь непонятно в тексте еврейском, это говорится про условия или про повеление. То есть, когда придете в стыану, то посадите прудовое дерево, так, по крайней мере, принимает медляж, или если посадите прудовое дерево, то. И медляж сравнивает действия человека с действием Всевышнего, что Всевышний, когда создал мир, то прежде всего, что он сделал, он посадил сад. Поэтому, когда ты приходишь в стыану, первое, что ты делаешь, это ты сажаешь прудовое дерево. Вот, когда ты посадишь прудовое дерево, то плоды его считаются, такое слово «орла», которое переводится по-разному, необрезанные, и три года их нельзя есть, а на четвертый год они являются святыней и восхвалением Господа, и их можно съесть только в храме, а начиная с пятого года уже ты можешь есть и плоды, и, соответственно, будет большой урожай. Здесь, конечно, ассоциация у нас на то, что Всевышний, насадив сад, запретил человеку пользоваться деревом познания добра и зла. То есть у Всевышнего в саду нет четырех или четырехлетнего периода, когда деревья должны вырасти, но идея, что нельзя только что посаженное, нельзя его полностью есть, надо, чтобы оно как-то продвинулось. И за это время, видимо, происходит и изменение в самом человеке, изменение в растении, изменение в самом человеке, который как бы знает про это дерево, что оно растет, и поэтому он не может сразу пользоваться. А вот в саду, в частности, этим было дерево познания добра и зла, тем деревом, которым нельзя было пользоваться. А здесь это у нас первые три года каждого дерева. Дальше. Значит, на пятый год вы можете есть его плоды, и последовательность здесь тем самым такая, что сначала первой вещью идет запрет, потом идет святость, а потом идет будничность. Не, как обычно, мы бы решили. Сначала есть запрет, а потом будничное, разрешенное, а потом святое. Как обычно мы продвигаемся от минуса, если к плюсу. Сначала есть запрещенное, самое отрицательное. Потом есть нейтральное, нейтральное – это разрешенное. А потом есть святость, там, где не нейтральное, а положительное. Обязательно ешь и... только ешь не просто так, а в святости, в храме, но это плоды прославления Всевышнего. Здесь порядок другой. То есть сначала у нас есть запрещенное, а переход от запрещенного к разрешенному делается через святость. Сначала есть запрещенное, потом у нас есть идея святости, освящения, а потом у нас есть только будничное разрешенное. И это совершенно другой взгляд на соотношение будничности и святости, чем мы могли бы подумать. Обычный взгляд, что будничность – это некоторая ступенька продвижения к святости. Некое пространство, где святость может быть. Но здесь это не так. Здесь сама святость переводит вещь в разрешенную. Она как бы исправляет. Медляж к этому присоединяет ситуацию с благословением. Что если есть еда, то ее нельзя есть, пока не произнес благословение. То есть она как бы запрещенная тебе изначально, а я не благословил. Но благословение – это не будничность, а святость. Эта святость благословения дает тебе дальше возможность будничной еды. Значит, опять-таки, получается, что здесь будничность как бы некая производная уже от святости. И святость устанавливает как бы структуру этой будничности, ее правильность. И, наверное, это подчеркивает, что будничность – это не нейтральность, а будничность – это правильное использование, когда это уже находится в ситуации как-то связано со Всевышним и связано с духовностью, и аспект святости в нем есть. Вот тогда уже это может быть нормальной будничностью. То есть выставляете будничность как производного от святости. Теперь дальше. 26 стих. Он звучит так. «Не ешьте над кровью, не гадайте и не исчисляйте времен». Значит, исчисление времен – это имеется в виду остеологическое. То есть это какие-то времена. Это 26 стих 19 главы. Исчисление времен – это остеология. То есть какие-то времена подходящие, а какие-то нет. Запрет гадания – это, значит, как бы вещь понятная. Это уже, опять-таки, гадание в смысле, что человек хочет узнать, будет это успешным или не будет, и как ему надо правильно поступить. То есть исчисление времен – это правильные поступки, исходя из того, что время течет само по себе. Гадание – это узнать о специфическом времени, значит, как оно, что будет подходящее. Но что такое не ешьте над кровью? И как оно здесь с этим связано? Значит, считается здесь так, что исторически не ешьте над кровью, это было понятно для людей из поколения исхода, то, что было у их двух поклонников обычай наполнить, сделать яму в земле, наполнить ее кровью животных, и там духи слетаются и едят рядом с этой ямой. То есть есть над кровью – это призывать духов и вместе с ними делать ямороз. И это историческое объяснение. Объяснение в сегодняшнем мире, в текущей жизни, оно несколько другое, что не ешьте с кровью, мясо, из которого нет еще на кровь, или не ешьте жертвенное мясо, пока не принесены те части жертвы, которые должны быть на жертвенника. Или, например, не ешьте с кровью, не ешьте часть от живого животного, то есть пока животные еще живы. Это есть параллельная вещь. То ли животные еще живы, поэтому нельзя есть, это запрет части от живого животного, или, если это относится к третим приношениям, это есть жертва, пока ее части не вознесли на жертву. Окей. Значит, Нуравкук добавляет такую очень интересную вещь, что заповеди не могут опираться на прошлое историческое. То есть, чтобы был такой обычай для поклонников. Заповедь обязательно должна опираться на некоторое будущее. И он считает такую вещь, что в Таре есть идеал вегетарианства, чтобы животных не есть. Этот идеал не выдвинут в качестве указания к действию, то есть не то, чтобы надо стать вегетарианцами, но, тем не менее, вегетарианство – это идеал. И поэтому всюду, где есть, где упоминается мясо и заязание, там всюду есть некоторое, как бы такое, сожаление, некоторый элемент, что я мясо ем, но стесняюсь этого. Например, то, что, скажем, заязав животное, надо покрыть кровью, покрыть землей кровь. Это дело только для диких животных, для ваших нет, но тем не менее. Но вот эти разные идеи, что вот заязание, это, конечно, заешено, но все-таки не очень хорошо, оно идет вдоль всей Тары. И, в частности, «не ешьте над кровью» можно понимать также и здесь. То есть, конечно, запрета нет, запреты-то есть только, есть это не кошерное с кровью, но, в принципе, в идеале не ешьте животных. Такое прочтение этого стиха, в смысле идеала, а не в смысле галахи, не в смысле указания, а в смысле того, что будущего – это не есть над кровью, в смысле вообще не заязать животных. В этом смысле вегетарианство должно прийти само. Не надо его пропагандировать, не надо его распространять, само по себе произойдет. Время какого-то мест можно положить рыбу сюда не подходит? Рыбу не подходит, нет. Поэтому, пока, для рыбы нет. Хорошо. Теперь следующий запрет – не стыдите края вокруг головы и не портите края твоей бороды. Ну, 27-й. Мы обсудили, что гадание – это когда человек хочет по приметам узнать, что будет в будущем. А соответственно, исчисление времен – это по природе узнать, стоит ли мне что-то делать или нет. Пророкам – это для угодников. Пророкам он стоит. Но нельзя гадать и исчислять времена. Пророк спрашивает можно. То есть, человеку хочется знать будущее, так если ему хочется знать, то недопустимый способ узнать будущее, а не используя недопустимое. Окей. 27-й стих. Значит, не стыдите края вокруг головы. Это запрет как бы делать такую круглую это самое, под горшок стыдичься, так сказать, да, вот, и так, чтобы на висках не оставалось волос. Как известно, если волосы длинные на висках, это пейсы, которые есть у некоторых обычаи так делать. Но заповеди такой нет, именно, чтобы были длинные пейсы. Но, тем не менее, состригать полностью запрет есть. И не порти края бороды тоже, значит, с точки зрения галахи, это запрещено брить с бритвой, но разрешено ножницами, поэтому разрешено электробритвой. Вот. Но в чем здесь как бы общая идея? Мне кажется, что здесь вот через все идет некоторая идея естественности. И эта идея естественности, она начинается еще с запрета скрещивать разные виды скота, исследовать некто естественности. Вот. Запрет неправильного брака, неправильных интимных отношений. и дальше то, что живот, то, что дерево не сразу едят, и то, что, соответственно, не надо гадать, не надо считать времена, или там есть над кровью, это естественность и обращение к Богу. Вот это вот естественность и обращение к Богу, они а не неестественность и не обращение к лидовам. И поэтому в некотором смысле там стыч края волос или порт края бороды это неестественность. однако нельзя сказать, что вообще в Таре так уж сильно провозглашается естественность и запрещается неестественность. Цивилизация у нас как раз разрешается. Тем не менее она тоже ограничена. И, как кажется, вот это стрижка краев волос вокруг головы или состригание бороды это некто рассматривается как неестественность. То есть будьте людьми более естественными, хотя цивилизация это не то, что нужно абсолютизировать естественность. Дальше. И не делай на теле порезов поувершим, не делай наклады надписи «Я Господь». Это у нас двадцать восьмой стих. И порезы поувершим это ситуация, когда человек абсолютизирует смерть. Смерть это настолько все ужасно, что жить само не хочется. И это как раз запрещено. Или, соответственно, не делайте себе наколы, татуировок, и здесь опять-таки основывается как некто естественное состояние, что кожа это вещь важная. Что там опять-таки как слово «ор» «свет» и слово «оркожа» разные слова. Одно пишет через «алев», а другой через «айн». Тем не менее, тара очень часто связывает слова, которые, казалось бы, с точки зрения греоматики чистой или англистики не связаны. И осматривает кожу как некто свет. То есть если не сегодня, то, соответственно, в грядущем мире. И поэтому нельзя портить кожу, потому что это порча света. И опять-таки такая неестественность. Вообще повести грань между естественностью и неестественностью довольно сложно. Потому что с одной стороны есть построить цивилизацию, а с другой стороны охранять природу, и здесь какой-то баланс. Вот. И также запреты по умершим запрещаются из-за того, что предавание слишком сильного значения смерти это, соответственно, тоже плохо. То есть с одной стороны смерть это ужасно, и еврейская культура это, безусловно, так считает, не идеализирует, но если человек слишком чувствителен к смерти, слишком считает, что это ужасно, то это перебор. Это, соответственно, извращает ситуацию. У него не разновесная ситуация, а нужно, хотя и есть скорбь по поводу смерти, с точки гистоты, тем не менее, слишком чувствительность. Это не надо, и известный есть такой принцип, что когда на улице встретились похоронные, процессы, свадебные, процессы, то проходит первым. Вот свадебная профессия проходит первой, потому что жизнь важнее, чем смерть. Такой вот интересный момент. Хорошо. Дальше 29 стих. Не скверняй свою дочь, отправляй ее на разврат, чтобы она не развратилась, и чтобы не наполнилась земля скверность. то есть поскольку отец имел, естественно, подробное влияние на дочь, то он должен, значит, на него ответственность, чтобы молодое поколение было как-то в рамках движалось. Здесь два смысла, да, что здесь, как мы можем сказать, что не отправляем на разврат смысле специально, но также не допускай, чтобы она этим занималась. хотя все очень в нашем взглядах на мир очень трудно понять, как вообще может отец влиять на что-то, что-то ни было. Но все-таки второе исходит из того, что семья таки очень влияет, и от того, как относятся родители к чему-то, это, соответственно, очень сильно влияет на детей. Теперь опять-таки разные варианты. Ну, например, просто сексуальные отношения без заключения брака. Хорошо. Теперь тридцатый стих «Соблюдайте мои субботы и чтите мое святилище, я Господь». Значит, этот стих очень встречается нередко в Таре, несколько раз, и вопрос поэтому должен быть поставлен не то, что он означает сам по себе, что важно соблюдение субботы и уважение к храму, а почему он поставлен здесь, то есть какое место здесь этого стиха. И соотношение с последующим, что не обращайтесь к называющим мертвым или колдуна, мы не щечем скивợ не цием, то есть обращайся к Всевышнему, а не обращайся к европокırникам. А также тридцать два перед сединой вставай. То есть пред всем двой вставай это уважение к людям, а соблюдай субботы и чтите святилище, соответственно, а не обращайся к первопокровникам. Это уважение к Всевышнему. То есть тридцатый —第三 в принципе, это уважение к Всевышнему, а 32-ое – это уважение к людям. Интересно, что таким образом получается, что последовательно здесь сначала соблюдайте субботу, ищите святилище и не обращайтесь к Итолам. То есть, это обращение к Итолам, оно разрушительно для человека. И почему, какая связь между тем, что человек, ну, допустим, какая вообще связь между субботами и святилищем и запретом вызывающим мертвых? И, соответственно, можно это посмотреть так, что святилище – это сам еврейский народ. соблюдать субботы – это уважение к ходу истории, к ходу праздников, а почитание святилища – это связь с еврейским народом, потому что сам народ – это и есть святилище. И когда соблюдайте субботу, ищите мое святилище, становится всегда актуальной заповедью, а не как, соответственно, только когда есть храм. Теперь дальше после этого переходит Тара к более социальным нормам и говорит. 33 стих. «И когда пришелец будет жить у тебя, то пусть будет он как коренной житель». Нет, нет, неправильно. «И когда пришелец будет жить у тебя, в вашей земле, не притесняя его, пришелец, проживающий у вас, будет как коренной житель. Люби его к самого себя, ведь вы были пришелецем в земле египетской». Теперь возникает здесь всегда вопрос, что известная проблема, что в Таре есть слово «гер», пришелец, а в Галахе есть два понятия «герцедок» и «герташав». То есть «герцедок» это тот, кто сделал то, что называется сегодня «герр» и присоединился к еврейскому народу, а «герташав» это человек, который выполняет минимальные запреты, то есть там запреты убийства, расстроенного поклонства и семь запреты с Нарейноевых и может жить в среднем еврейского народа. То есть «герр», который стал как еврей, а есть «герр», который остался чужаком, но живет среди вас. И кому же это, про кого же здесь сказано, что, значит, надо любить его к самому себя, сказано ли это про пришельца, который стал полностью евреем, или это сказано про того, кто остался не евреем, а живет среди еврейского народа. Вообще мы знаем, что Галаха, она считает, что обязанность любить остается только на евреев, обязанность любить, и, в частности, только на геров, которые сделали ее полностью, стали частью народа еврейского. Но здесь по тексту совершенно явно не так, потому что «ведь вы были пришельцем в земле египетской», это сравнение показывает, что имеется в виду дертушав, то есть евреи же в Египте не были египтянами, не стали, они не сделали там дьор в египтяне и не превратились в египтяны. А значит, здесь речь идет о просто человеке, который живет в стране. Поэтому это относится к дертушав, получается. Значит, тем не менее, значит, Галаха это сокращает только до дертседа, то есть только для сделковости дьор. И это очень частая ситуация. Каблан перевод как бы обращен на текст. Каблан всюду переводит по Галахе. Нет, 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 Каблан вообще всегда его перевод Тары это перевод по Галахе. Понятно. Но по прямому тексту Тары здесь явно сказано про всех. Вот. И мы здесь опять сталкиваемся с ситуацией, когда Тара письменная дает идеал, а Тара устная дает практически изоткры. В области идеала, конечно, есть идеал любить всякого дела и вообще всякого человека. И ближним называются всякие вообще не евреи в том числе и все народы мира в идеале. Но на практике это сокращено до того, чтобы можно было реально жить и поэтому любовь обязательная только по тем делам, которые прошли дьор и стали евреями. А те, кто просто живет герту шап, соответственно, обязанностей любить его нет в галахе. А по письменной Таре, конечно, есть, потому что это идеал, а не обязанность. То, что сформулировано письменной Таре, даже если сформулировать обязанность, на самом деле это идеалы. А ответные обязанности дают устная Таре. Она может совпадать, это может не отличаться, а может и отличаться. 35-й стих. Не допускай неправа судебной. То есть, когда ты кого-то судишь, и какие же у тебя есть судебные ситуации, это в измерении, в весе и в размере. то есть, то, что человек имеет весы и продает кому-то товар, он как бы судит, он является и судьей, поскольку он и принимает решение, что кому надо дать. То, что заплатил, то ему и какой товар ему положено дать. и соответственно, поэтому всякий человек в этой ситуации называется судьей, когда он продает. И вот это вот не допускать неправды именно в суде, в изменении веса и в мире, это не допускать неправды в мущественных отношениях. И дальше, что пусть у вас будут правильные весы, правильные гири, правильные размеры, там Эйфа и Зина, и я Господь ваш, который умер вас из земли египетской. То есть до этого, опять-таки, эта заповедь тоже была запрет иметь неправильные весы, но вообще здесь вообще все этические, все заповеди, которые здесь, почти все, они все повторения, то есть они не первый раз встречаются, но идея в том, что они здесь все осматриваются как аспект святости, а не просто как обязанности. И дальше опять соблюдайте все мои уставы и законы, это завершение того, что в начале было то уставы и завершается уставами. То есть как бы скобки, которые вот эти вот законы мерчища всех отношений в основном считают частью святости. Теперь дальше идем. Дальше у нас 20-я глава. И Господь говорил к Маше, сказав, скажи сынам Израиля, кто-то из сынов Израиля и из пришельцев, проживающих среди Израиля, туда из своих детей Молоху, смертью будет предан и на земле забросает его камнями. И я обращу мое лицо на того человека и истреблю его за то, что он дал из своих детей Молоху и оскоряю мое святилище и бесчестье в мое святое имя. Если же на земле отвратит свои глаза от того человека, который даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу мое внимание не только на того человека, но и на его семью и на всех соглашенных им на блудодеяние с Молохом и всех истреблю из соединения вода. То есть у нас Молох это аммонитянское божество, которому приносили железобожение детей. Есть связанные мнения, что может быть это был проход между двумя кострями или это действительно было сжигание детей. И может быть было и так, и так. Соответственно, Молох очень подчеркивается как как бы особая опасность. Хотя аммонит как бы близко, это понятно, но почему-то, скажем, нет таких же запретов про богов Молох например, да, есть там кем уж бог Молох Молох но нет такого, чтобы это было настолько повторяющимся. Значит, видимо, в службе Молоху было что-то очень притягательное. и эта идея, что дети это самое главное, и поэтому принесение детей в жертву соответственно поможет изменить ситуацию. Поэтому видимо это было настолько ощущалось как сильное такое действие, что это соблазняло другие народы в этой служении. И поэтому соответственно в Таре про Молоха упоминается несколько раз отдельно. Может быть. Может быть служили все окрестные народы, не знаю. Может быть. Вот. Но все равно есть там разные же божества, почему именно про Молоха. Теперь здесь есть такая еще вещь, есть народ земли. Амарец. То есть в более поздние времена понятие Амарец стало означать неуче. Когда лучшие люди это мудрецы или там знатоки, а противоположности Мамарец это неуче. Но здесь у нас в Таре нет такого противопоставления мудрецов и простых людей. Здесь есть скорее противопоставление служения Всевышнему и служения идолам. Соответственно народ земли это исходно. Очень положительное понятие это просто простые простые люди. И эти простые люди соответственно должны казнить того, кто даст из своих детей мудрецов. То есть видимо это имелось ввиду публичное игру покровства и соответственно значит для него народ земли должен был казнить этого человека. А если он их не казнил то соответственно сразу столько хуже потому что погибнет и человек и его семья и все что вокруг него причиной того что то есть так что если народ судит и казнит преступника то родственники преступника не умирают в смысле не подлежат наказанию. А если народ закрывает глаза на то что есть преступление и два поклонства то Всевышний наказывает всех вокруг. Значит смысл здесь есть вопрос смысла есть вопрос справедливости. С точки зрения справедливости комментарий говорит так что не может быть чтобы человек сам был поклонником а семья вообще ничего не знала. Если человек сам был поклонником значит семья знала и тоже виновата. Это так сказать этический подход. А педагогический подход здесь понятно другой что отказ людей уничтожать зло приведет к тому что Всевышний будет уничтожать гораздо больше мы о змеи. То есть не только тот человек но и вокруг и вовсе. И поэтому если мы не будем бороться со злом если мы не будем устанавливать значит справедливость то тогда Всевышний установит справедливость на гораздо более жесткой позиции чем мы делаем это сами. Окей это у нас с первого по пятый стих и опять добавлено и на того кто обратится к разрающей мертвых или к знахарям совращаясь ими я тоже обращу лицо мое на него и истреблю его души среди народов. Ну и как всегда есть у нас референ такой что те кто занимается дропаконством вообще все обычные они тоже соответственно подлежат смертной казни но если они сами не хотят но он сам не хочет ничего еще одного не может преступника казнить который молеку поклоняется то соответственно количество знахарей или вызывающих мертвых в целом постоянно соответственно увеличивается и поэтому нужно более жесткие методы дальше седьмой и восьмой стих освящайте себя и будьте святы ибо я Господь Бог ваш и соблюдайте мои уставы и исполняйте их ибо я Господь освящающий вас идея освящайте себя и будьте святы это более широкая формулировка начала раздела то есть Кайдашин где сказано просто будьте святы а здесь добавлено освящайте себя то есть здесь более надо активно действовать для того чтобы к этой святости прийти то есть сначала есть общая установка про святость а потом есть больше путь к этому как надо себя вести соответственно путь это освящать себя и тогда ты будешь свят дойдешь святости вот и как бы по контексту это относится ко всему вокруг и соответственно соблюдайте мои уставы исполняйте их и я Господь освящающий вас то есть идея освящения связана конечно здесь с соблюдением заповедей с тем что святость это не просто вещь не должна быть пассивной а нужно быть активным освящать себя освящать себя и соответственно это не может идти в иазвест с уставами заповедями и исполнениями потому что Господь освящает еврейский народ соответственно если народ не будет соблюдать то поскольку народ находится в области более высокого напряжения не как другие народы Господь не освящает все народы а освящает святость еврейскому народу еврейский народ постоянно находится в зоне более высокого так сказать уровня тока или напряжения и соответственно должен поэтому более стрелко смотреть что он делает чем все другие народы пошли дальше теперь есть еще некоторое количество заповедей тоже социальных и начинается с проклятия тот кто проклянет отца и мать значит будет поеда смерти поскольку он как бы отрицает собственное существование если он проклянет царь и мать и всякие кто приобретает замужней женой совершая бруд с женой ближнего соответственно здесь тоже зачем есть повторение идея в том что подчеркнуто что она замужняя женщина это первая часть как бы причины запрета а то что она жена ближнего это вторая часть то есть чисто вопрос святости ну и дальше социального отношения к ближним теперь и дальше опять перечислены различные запреты сексуальные которые запреты все уже были раньше это ну это опять он добавляет это Раф Кафлан добавляет в перевод слова с точки зрения галахи что не перевод а изложение галахическое ну опять здесь нет нет это конечно не является тогда запретом в таком смысле то есть нехорошо но это не запрет при любодеянии вот но это общий общий вопрос что в таре письменной изложены идеалы галахи изложены в устной таре многие комментаторы или переводчики как Раф Кафлан в комментарии а переводчики прямо в комментарии прямо в перевод вставляют так чтобы было по галахе а не по прямому тексту а прямой текст всегда более широкий потому что в нем всегда есть общие общие идеалы а не только практические законы а вот поэтому соответственно текст таре всегда более широко смотрит чем галаха и дальше и кто ляжет с женой своего отца соответственно должен быть предан смерти и понятно что имеется ввиду не при жизни отца а даже после жизни отца и здесь это касается ну так подчеркивается запрет соответственно дальше запрещение гомосексуализма запрещение женщины и ее мать и запрещение соятия с животными хотя все эти запреты были еще раньше но здесь есть наказание и почему здесь есть наказание сначала не было потому что последовательность получается такая сначала есть запрет потом связано сказано про святость а потом связано про наказание то есть статус святости который есть у грейского народа он причина значит такого более жесткого отношения к нарушению все законы те же самые но более жестко потому что это уже после святости и после семейных вещей переход к общенациональным вещам то есть общая схема такая что есть сначала исходно было принцип святости отношения в социуме а дальше отношения в семье и общенациональные вопросы и общенациональные вопросы здесь такие это у нас это у нас 20 глава 22 стих соблюдайте все уставы и законы и исполняйте что земля которая вас веду не из-за игровых то есть эти преступления они приводят к тому что земля выклевывает народ который на ней живет там не ходите по обычаям народа потому что они все это делали я им воздушался и соответственно сказал вам что вы можете завладить их землей я дам ее в наследие землю текущую молоком и медом поскольку могу отобрать у того кто плохо распоряжается страной и отдать тем кто будет более хорошо распоряжаться и я Господь Бог который выделил вас из всех народов и здесь совершенно явная связь что нормально жить в стране можете только вы потому что вы народ особо и выделенный а обычные народы в этой стране жить нормально не могут и дальше что вы отличаете скот чистый от нечистого от пищи чистого от нечистого поскольку у вас вы выделены то вы должны и более строго отделять то что можно и нет еще раз повторяется рекомен что будьте свят ибо свят я Господь и выделил вас из народов чтобы быть милым соответственно к тому что есть индивидуальная святость которая была раньше вначале была будьте святы ибо свят я а здесь будьте святы ибо свят я а вас выделил как народ то есть святы здесь почувствуется общенациональный параметр а не индивидуальный в 26 стихе ну и опять повторение что а те кто будут с идолами с идолопоклонниками которые там гадают знахари те соответственно будут предны смерти то есть идея в том что связь со всевышним она же усиливает связь с высшими мирами и поэтому усиливают идолопоклонство тоже всегда где есть увеличение связи со всевышним мы находим еще больше запрета идолопоклонства потому что они соответственно становятся чем больше продвигается связь с Богом тем больше усиливается идолопоклонство просто ввиду повышения чувствительности к большим вещам. Поэтому или есть и то, и другое, и связь с глубоким и глупоколством, или нет и того, и другого, или это понижено. Соответственно, значит, всюду, где говорится по усилению связи, там опять предупреждение по глупоколству. Ну, вот более-менее это все, что у нас на сегодня. Спасибо. Хорошо. Спасибо.